Кстати, недавно заявил, что авторитетный уважаемый юрист Андрей Портнов в Довосе выяснил, оказывается, что следователям и прокурорам дела Майдана доплачивал фонд возрождения. Я абсолютно допускаю. Это как вообще? Это нормально, когда нашим украинским прокурорам и следователям доплачивают какая-то заграничная контора для того, чтобы что? Это, конечно же, не просто нонсенс, это по большому счету коррупция, будем прямо говорить. Если такая информация существует, естественно, ей нужно давать процессуальную плоскость и расследовать. Потому что, скажем так, процессуальное поведение прокуроров, исследователей в процессе по событиям Майдана, оно явно выражено необъективно. Оно явно промайдановское, оно явно одностороннее. И, естественно, дыма без огня не бывает, как говорят. Поэтому эти факты надо проверять. Ну, а то, что в процессе следствия финансировались иностранными организациями те или иные мероприятия оперативно-следственные, это факт. Эти факты уже подтверждены, но они просто подлежат определенной оценке. Ну, в частности, нами было установлено, что потерпевшей стороной в дело были предоставлены документы, которые были сделаны в Соединенных Штатах. Мы, когда узнали цену изготовления этого документа, мы просто обратились в ту же организацию с аналогичной просьбой, давайте проведем. И когда нам выкатили цену, мы были, мягко говоря, удивлены, кто это проплачивает. Ну, и потом, сам лично генеральный прокурор Луценко занимался вместе с Гройсманом, тогда на уровне Кабмина, они занимались поиском денежных средств, 6,5 миллионов гривен, для закупки оборудования, для проведения экспертиз по нашему делу. Как вы считаете, люди, которые, экспертные учреждения, которые перед тем, как зашли материалы на экспертизу по нам, полностью были поменены специалисты все, эксперты, то есть вся группа экспертов была поменена, имеется в виду в штатном расписании. Им покупалось дорогосторожное оборудование, этим непосредственно занимался генеральный прокурор, который занимался лично фальсификацией дела и является выгодопрообретателем Майдана, как я уже говорил. То какие экспертизы мы могли там получить? Эта экспертиза, между прочим, на сегодняшний день еще продолжает проводиться. Кстати, а вот там история такая была, что сначала была одна баллистическая экспертиза, потом она со временем поменялась. Я вам скажу по поводу баллистической экспертизы. Потом получается, что была экспертиза, потом ее несколько раз поменяли и практически с минуса на плюс. 54 баллистические экспертизы свидетельствуют абсолютно в пользу моих подзащитных. Они ничего не установили. И только после того, когда, перед тем, точнее, когда прокуратура решила отправить дело в суд, они начали в опихах за одну неделю провели еще две экспертизы, которые, по сути, произошли фальсификации. Почему фальсификации просто? Которые противоречат тем, 54 балла. Конечно, противоречит это раз. А то, что, согласно этим экспертизам, в двум, были случаи, когда одну пулю, допустим, эксперты определяли двум стволам. Ну, можно ли пулю одну выпустить из двух стволов? Конечно же нет. Когда мы всю эту ситуацию подняли в суде, показали, написали заявление о правоохранительные органы по факции фальсификации этих экспертных экспертиз, то, естественно, суду ничего не оставалось делать, как назначить свою экспертизу, которая на сегодняшний день продолжает изготовляться. Продолжение следует...